Михаил Сейспир, я мечтатель. Идеалист Растяпа. Идеалист Растяпа. Ну, слава Богу, начали. Слава Богу, Бога. Мотор, начали. Начали с детских лет будущего огнекрылого ангела нации. Первая сцена – маленький Миши наблюдает за своим дедушкой-целителем. Говорят, именно от него поэту наследовал дар речевого воздействия на сознание, поразительную магико-заклинательную энергию слова. Добль, 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 добль идет, и что-то внутри происходит. И через это солнце даже, свет идет, вот этот свет чувствуешь с закрытыми глазами, и как будто прямое общение такое есть. Реконструировать исторический период начала XX века помогали всем миром. Материалы, костюмы, реквизит, локации. Нам помогали все, к кому мы обращались. Это и Национальный музей, и Национальная библиотека, Чувашский драматический театр, и Клуб реконструкторов. Помогали костюмами, советами, делились своими знаниями. В кино первый раз, но нашу поляну, нашу этнологический комплекс, не случайно называют Чувашский Голливуд. В этом году, в этом году, это четвертая уже съемочная группа, которая у нас работает на нашей поляне. Артистов для художественных сцен искали практически во всех театрах республики. И если со взрослыми, опытными, маститами проблем не было, на руле утверждались после первого кастинга, то детей пришлось поискать. И еще мы использовали такой общепринятый прием, когда просто за детьми нужно наблюдать. Не нужно им ставить каких-то конкретных задач. Просто погружаешь их в какую-то обстановку, и через монитор наблюдаешь, как они живут. Порой даже не хочется говорить «стоп». Ты сидишь, просто улыбаешься, и не хочется выключать камеру. Что вам сказал делает режиссер? Беседовать. Двигаться. Не смотреть на камеру. Не смотреть на камеру. Что нужно для того, чтобы быть хорошим артистом? Сейчас подумаю. Опыт. Сейчас. Юмор. Терпение. Терпение. Анечка, тебе легко было сниматься? Нет, не очень. Мне потому что пришлось снимать сережки и многое другое. Мне больно в лапчах. Ну, нелегко. Вот смотри. Раз, два, три. Но, пожалуй, самые сложные творческие задачи стояли перед Родионом, исполнителем роли маленького Миши Кузьмина. Четыре полных актерских смены и такое же полное погружение в образ. Родион, а что ты знаешь о своем герое, о котором ты играешь? Ну, то, что он умер в 23 года, был еще молодым. У него был вроде как рак костей. Конечно, с любовью не сложилось. Ну, а это как посмотреть. В фильме непременно будет отражена любовная линия, воссозданная из дневников и писем поэта. Впрочем, об этом, как и о том, кто сыграл главную роль, поэта и трибуна, его муза Анастасии, где снимались сцены допроса и заточения гения нации и разжалованного комиссара, узнаем из следующих бэкстейджей. Валентина Поливцева, Сергей Лобода со съемочных кинолокаций.